Циркону не страшна ни одна ПВО. 1 марта 2019 года российская газета «Циркону не страшна ни одна ПВО». Испытания новой морской ракеты в России начались несколько лет назад. Источник изображения – РИА новости. www.tria.ru ВМФ России готовится принять на вооружение новейшую гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон». В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, она будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1000 км со скоростью около 9 махов, то есть в разы превысят скорость звука. По словам президента, применение «Циркона» предусмотрено с морских носителей серийных подводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия «Калибр». «Циркон» разработали НПО машиностроения «Риутов». Предполагается, что его морскими носителями станут как надводные корабли различных типов, так и современные, а также перспективные субмарины. Тактико-технические характеристики «Циркона» по понятным причинам держат в секрете. По некоторым данным, ракета имеет длину от 8 до 10 метров. Также известно, что перспективный боеприпас под индексом 3М-22 смогут запускать с помощью пусковых установок 3С-14. В российском ВМФ их уже применяют для старта ракет «Калибрионикс». Иными словами, подобная унификация позволит оснащать «Цирконом» наши корабли и подлодки без затрат на переделку их стартовых устройств. Универсальность этого боеприпаса придаст совершенно новые боевые свойства и береговому ракетному комплексу «Бастион», который уже способен поражать как надводные, так и наземные цели. Фото, пресс-служба ВМФ РФ По словам военного эксперта Константина Севкова, принятие этой ракеты на вооружение приведет к резкому ослаблению роли авианосных сил США. Герой РФ, кандидат технических наук, контр-адмирал Всеволод Хмыров уверен, что наш флот, оснащенный «Цирконами», в случае реальной опасности сможет из Западной Атлантики и Восточной части Тихого океана наносить удары по территории США. Причем атаки эти не сорвут никакие системы ПРО. По мнению адмирала, появление у России высокоточной крылатой ракеты с дальностью стрельбы более тысячи километров и летящей с гиперзвуковой скоростью в девять махов создаст угрозу не только ракетам средней дальности, размещенным в Европе, но и обеспечит уничтожение ключевых элементов системы управления центров принятия решений, расположенных вне европейского континента. «Если учесть, что количество наших надводных и подводных средств, несущих боевую службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, составит не менее двух-трех кораблей с примерно сорок «Цирконами» на борту на каждом направлении, то можно не сомневаться, указанные центры будут гарантированно поражены», — уточнил Хмыров. Испытания новой морской ракеты начались в России несколько лет назад. Впервые ее отправили в небо с наземного стартового комплекса. Ориентировочную скорость «Циркона» тогда определяли в пяти-шести махов. Позже в СМИ появились сообщения о готовящихся испытаниях ракеты уже с морской платформы. За месяцы тестирования и доработок характеристики этого изделия удалось существенно улучшить. Два года назад «Циркон» уже в восемь раз превысил скорость звука, набрав в испытательном полете почти 9800 км в час. Для сравнения, сейчас на вооружении ВМФ России стоят противокорабельные ракеты со скоростями максимум 2,5 маха. Кстати, мах — это сколько? Махи определяют скорость звука в воздухе, поэтому численное значение зависит от состояния самого воздуха, давления, температуры, влажности. Около земной поверхности один мах приблизительно будет равен 340 метров слэш-эс. Властелин мировых глубин. Минобороны готовы к принятию на вооружение необитаемых подводных аппаратов с ядерной силовой установкой «Посейдон». В ближайшее время ожидается спуск на воду первой подводной лодки их носителя. Этот аппарат уже назвали торпедой «Апокалипсиса», что недалеко от истины. Глубина погружения его неизвестна, но она вполне может быть несколько километров. А вот максимальная скорость, как сообщали СМИ, превышает 200 километров слэш-час. При этом дальность подводного хода практически не ограничена. Это обеспечивает ядерный реактор на жидкометаллическом теплоносителе, который позволяет практически мгновенно по сравнению с классическими корабельными водоводяными реакторами менять режимы работы. В движении электронные системы «Посейдона» реагируют на излучение чужих сонаров. Сам аппарат активно маневрирует. Если возникает угроза торпедной атаки, он почти мгновенно развивает скорость свыше 200 километров слэш-час и уходит от любой противолодочной торпеды. «Посейдоны» способны самостоятельно находить и уничтожать вражеские подводные лодки, прежде всего ракетоносные. Также они могут, если оснащены ядерной боеголовкой, выводить из строя целую ударную авианосную группу. А если снаряжены обычной многотонной боевой частью, гарантированно топить отдельный авианосец, как бы хорошо его не охраняли корабли сопровождения. Автономная работа «Посейдона» практически не ограничена. Фото – пресс-служба Министерства обороны РФ. Юрий Гаврилов, Сергей Птичкин. Право на данный материал принадлежат Российская газета. Материал размещен правообладателем в открытом доступе. Редактор субтитров А.Семкин